Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристины Арабина. Над чем запомнились анапчанам и гостям курорта минувшие 7 дней и как эти события повлияли на жизнь города-курорта, расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. На этой неделе с понедельника автобусы городского маршрута номер 2 начали ходить по новому расписанию. Схема движения тоже изменилась. Теперь маршрутки отправляются с новой конечной остановки в микрорайоне 3А. Вызвано такое изменение необходимостью транспортного обеспечения к новому офису МФЦ. На маршрут номер 2 добавили три автобуса и немного изменили схему движения. Теперь автобусы и маршрутки идут по улице Самбурово, как раз в том районе, где расположен МФЦ. И на обратном пути, чтобы доставить пассажиров из центра в оба микрорайона и в 12-й и в 3А, маршрут изменили. Согласно схеме движения с улицы Ленина автобус поворачивает на улицу Лермонтово и через 12-й микрорайон следует на конечную остановку. Перед тем, как изменить схему маршрута номер 2, руководители предприятия ТП «Кубань» согласовали все детали с транспортным управлением. Новая конечная остановка «Двойки» в третьем А микрорайоне станет для новчан, пользующихся общественным транспортом, несомненно, более удобной. Уже успели оценить преимущество нового маршрута жители Алексеевки. Теперь по вечерам стало легче добираться в микрорайон. Минувшие выходные в селе Цибонобалка прошел очередной День здоровья. Цикл Дней здоровья продолжается во всех сельских округах. Каждую субботу по поручению главы Анапы Сергея Сергеева жители Цибонобалки получили бесплатную консультацию врачей, специалистов и прошли скрининг-обследование. Радостным событием на этой неделе отмечено развитие Субсехского сельского округа. Сотрудники предприятия Дорожно-ремонтной службы «Вираж» ведут сейчас укладку новой пешеходной зоны вдоль... Радостным событием на этой неделе отмечено развитие Субсехского сельского округа. Сотрудники предприятия Дорожно-ремонтной службы «Вираж» ведут сейчас укладку новой пешеходной зоны вдоль дороги в селе Варваровка. Работают две бригады Дорожно-ремонтной службы «Вираж». Работают и в будни, и в выходные. Укладывают тротуар протяженностью 830 метров. Для маломобильных граждан предусмотрены пандусы, ступени и разъездные площадки. Позже сюда постелят тактильную плитку, специальную для колясок, и установят перила. Предусмотрена система водоотвода с проезжей части через водоприемные лотки. Эта дорога единственная связывающая город Гайкозорский и Субсехский сельский округ напрямую. Транспортный поток здесь всегда большой. Работы по благоустройству и ремонту дорог в Анапе и сельских округах продолжаются. В первую очередь отрабатывают заявки и пожелания анапчан. Ремонтируют те дороги, которые больше всего нуждаются в ремонте. Это целенаправленная работа администрации под непосредственным контролем главы города. Плодотворной выдалась эта неделя для специалистов управления муниципального контроля. В ходе очередного рейда они выявили стихийную свалку. Территория была захламлена настолько, что больше напоминала полигон для сбора ТБО, чем дорогу к морю. Ежедневные дежурства принесли результаты. Заметив сотрудников службы, водители разворачивали автомобили, а значит увозили мусор обратно. Проверка прошла и на территории, прилегающей центральному рынку. Торговые павильоны с продуктами питания, одежды на улице Горького, от улицы Красноармейской до Краснозеленых, одно из самых проходимых мест на курорте. Привлекая покупателей, торговцы вывешивают товар на козырьки торговых точек и выставляют на тротуар. Мешают свободному передвижению жителей и гостей города. Специалисты управления муниципального контроля проверили документы у предпринимателей. Составили протокол за торговлю без разрешительной документации. Пока предприниматели предупредили об ответственности. Если специалисты зафиксируют повторные нарушения, возбудят административное производство. Размер штрафа определит административная комиссия. По поручению мэра города Сергея Сергеева специалисты управления муниципального контроля проводят в школах уроки по технике безопасности. Рассказывают ученикам о правилах поведения вблизи стройплощадок. Такой урок прошел в школе номер 6, 5 и 1. На этой неделе в Анапе подвели итоги первого этапа краевого благотворительного конкурса «Ремесло Богородицы», приуроченного к празднованию Дня Матери. Вышивки крестом, гладью, решелье, лентами, бисером, стеклярусами и пайетками. На конкурсе авторы представили 38 разных работ. При оценке конкурсной работы жюри учитывал оригинальные замыслы, композиционные решения и качество исполнения. Вышитая бисером икона Божьей Матери «Трилетствующая» сразу обратила на себя внимание автор работы Кристина Лобова. Именно ее картина заняла первое место. Второй этап конкурса «Финал» пройдет в Краснодаре 29 ноября. В Анапе на этой неделе прошел муниципальный этап краевого конкурса «Воспитатель года-2015». 13 воспитателей анапских детских садов соревновались в конкурсе за звание лучшего профессии. Оценивали мастерство воспитателей, специалисты управления дошкольного образования и приглашенные члены жюри. До финала конкурса добрались только три участницы. В последнем третьем этапе конкурса воспитателям нужно было успешно пройти два задания. В первом – педагогический экспром. Конкурсантки проводили занятия с детьми. Во втором – рассказывали о своем педагогическом опыте. После долгих совещаний жюри огласило свое решение. Победительницей стала воспитатель детского сада номер 5 «Волна». Она и представит Анапу на краевом этапе конкурса «Воспитатель года-Кубани-2015». В Крымске состоялся отчетный сбор атамана-таманского отдела кубанского казачьего войска. Казаки отчитались о работе за год. Опыты наобчан высоко оценили и привели как пример организации работы. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Безопасность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обсудили на краевом селекторном совещании. Сладости для мамы в кондитерской ваниль подготовились к празднику основательно. И сейчас обо всем подробнее. Безопасность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обсудили на краевом селекторном совещании. Подробности в материале Алины Гумировой. На повестке дня принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности отдельной категории семей, имеющих несовершеннолетних детей. В совещании приняли участие более трех тысяч человек. Провела видеоселектор Галина Зорина. Вице-губернатор Кубани доложила, с 1 по 29 декабря по инициативе губернатора края Александра Ткачева будут организованы подворовые обходы. В состав рейдовых групп войдут специалисты социальных служб, полиции, МЧС и других ведомств. Основная цель таких рейдовых мероприятий – изучить условия жизни семей в связи с предстоящими новогодними праздниками, помочь родителям в сложных ситуациях и еще раз обезопасить детей во время каникул. Вице-губернатор отметила, что большую помощь в работе оказывает детский закон 1539, который приносит свои результаты. На ночных улицах стало меньше детей и преступлений, совершенных детьми, против детей становится меньше. Но тем не менее, все равно у нас еще есть ситуации, случаи, моменты, которые не только происходят, но и заставляют сердце леденеть, когда слышишь какие-то очередные сводки. Межведомственные рабочие группы должны возглавить сотрудники учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений и управления социальной защитой населения. Специалисты возьмут на контроль состояние системы отопления и проводки, обследуют качество жизни в семьях социального риска, обратят внимание на семьи с низкой медицинской активностью и одиноких малолетних мам. С детьми будут проведены беседы на тему правил безопасности при обращении спиротехникой и соблюдении правил дорожного движения. Всего в Анапе планируется обследовать 2250 семей. Этика как обязательный предмет в школьной программе. Руководители школы и гимназии обсудили методические разработки и поделились успешным опытом работы с детьми. Педагоги и директора школ тоже смотрят мультфильмы. Барашек – это образ ребенка, которому нужно найти подход и помочь. Межведомственные совещания по работе в выходящем году провели в средней школе номер 7. Обсуждали проблемы, достижения, планы, перспективы, инновационные методики. Проанализировали работу штабов по воспитательной работе. Проблем много. За итоговый период 34 – нарушения с участием несовершеннолетних. Россия занимает первое место в Европе по суицидальной ситуации среди молодежи от 15 до 19 лет. Это и употребление наркотических средств, профилактика, употребление спайса, соли, то есть вот эти все курительные смеси – это наша проблема всероссийская, которая требует особого подхода. И активизация воспитательной работы в образовательных учреждениях на сегодняшний день – это основа для того, чтобы предотвратить дальнейшее и распространение, и уберечь наших детей от этих пагубных привычек. Особенно сложно занять детей в небольших хуторах. Подход к решению этих проблем должен быть комплексным. Подворовые обходы, помощь психолога, внимание наставников. В муниципальном образовании город-кород Анапа на сегодняшний день 38 тысяч молодежи. Я говорю о молодежи от 14 до 30 лет. И со всей этой молодежью нужно работать. Всю эту молодежь нужно привлекать к мероприятиям как досугам спортивным, так и профилактическим, патриотическим. Руководители школ и гимназий поделились своим опытом и методическими разработками. Интересным было предложение директора гимназии Эврика Галины Филиповой сделать этику обязательным предметом. Она призывала вовлекать детей во все дела школы и своим примером учить жить порядочно и ответственно. Вот у соседей моих, когда бабушка жива была, они его не знали. Выходили в любую семью, работали в себе на здоровье. Но, правда, ребенок родителей не видел, но он про них знал. Бабушка рассказывала. Фотокарчики показывала. Профиль, фас. До 20 декабря во всех штабах по воспитательной работе пройдут проверки. Воспитательная работа на курорте перейдет на новый уровень. Ведь детям необходимо внимание со стороны взрослых, чтобы они выросли успешными и нравственными гражданами страны. Профилактическая акция – поздравление накануне праздника Дня матери. Инспекторы Анапска Роты ДПС останавливали водителей, чтобы напомнить о правилах безопасности и дарили женщинам-водителям цветы. Сотрудники Роты ДПС провели профилактическую акцию «Нетрезвый водитель». Но не всех останавливали для проверки алкогольного или наркотического опьянения. Находившиеся в этот день за рулем представительницы прекрасного пола были приятно удивлены. Причиной остановки их автомобилей стали теплые слова и поздравления цветы и открытки. Уважаемые женщины-водители, руководство личный состав Роты ДПС Анапа поздравляет вас с Днем матери, желает вам здоровья, удачи, успехов на дороге. Татьяна искренне удивилась, поблагодарила сотрудников ДПС и дала обещание не быть нарушителем правил дорожного движения и не создавать на дорогах аварийных ситуаций. Очень приятно, очень. Вообще, так неожиданно и так приятно. Здорово. От женщины на дороге сейчас зависит много. Многие мамы ежедневно перевозят детей в детские сады и школы. Именно мама учит малыша, а замбезопасности является примером для своих чад, в том числе и в соблюдении правил дорожного движения. Пристегивайте всегда ваших детей и сами пристегивайтесь. И вообще, женщины водят очень аккуратно. Поздравляю всех мам. И еще раз о поздравлениях. Выразить признательность своей маме можно приглашением к чаю. В кондитерской ваниль будут создавать настроение для мам и их семей шоколадными сладостями. Его ароматное разнообразие снимает осеннюю депрессию, знакомит с изысканными шоколадными предложениями и обогащает новыми ощущениями. Умеют же люди из привычной человеческой радости сделать великолепную. Детский мастер-класс – это всегда праздник. А тот, который посвящен Дню Матери, тем более. Ребят учили готовить сладкий сюрприз для самого главного человека в жизни – для мамы. Шоколадье с 13-летним стажем Александр Ефимов рассказал и показал, как сделать шоколадку своими руками. Кулинарный мастер-класс в настоящем профессиональном шоколадье помог детям почувствовать себя такими же профи. Перефразируя известную фразу, можно сказать, что кулинарии все возрасты покорны. Научиться делать шоколадку при желании может абсолютно каждый, даже если этому каждому 7 лет. Она была сделана из формочки цветочком, была посыпана орешками и круглыми шариками шоколадными. Не понравился ролик, потому что выливал на стол шоколад и мешал его. Вы еще не пробовали натуральный шоколад? Это невероятно вкусно и полезно. Из такого шоколада дети делали подарок для мамы. Колумбийский шоколад растет в Африке и Южной Америке. Основной компонент шоколада – какао-масло. Чтобы сделать горький шоколад, нужно смешать какао-масло и какао-порошок. В молочной добавляется сухое молоко. Шоколад растапливается, заливается по формочкам и добавляются различные начинки. Вот таким простым способом можно сделать шоколадку своими руками и порадовать маму таким сюрпризом. Мастер-классы для детей дают возможность маленьким сладкоежкам попробовать себя в роли шоколадье. А создаваемое в ходе мероприятия творческое пространство открывает широкий простор для увлекательных экспериментов. Мне понравилось больше всего делать шоколадки и украшать их. Очень мне тоже понравилось. Сначала надо было попробовать, а потом уже решать, вложить или нет. Потом еще понравился повар. Как он объяснял, все и помогал, если не доливали или лишний шоколад налили. И когда он выливал на стол, как буликал шоколад сам. На шоколадном мастер-классе у детей была уникальная возможность побывать на шоколадной фабрике, где можно и нужно возиться в шоколаде, пробовать всевозможные начинки и считать этот день самым сладким в году. Кондитерский дом «Ваниль» находится по адресу улица Ленина, 35. Я люблю тебя, мамочка! Самая лучшая мама. Студенты Анапского колледжа сферы услуг приготовили накануне Дня матери несколько праздничных блюд. Готовились к конкурсу, посвященному празднику и презентовали кулинарные работы на выставке. Выставка кулинарных работ в рамках традиционного конкурса «Симфония для мамы» прошла в Анапе накануне Дня матери. Студенты колледжа сферы услуг представили свои оригинальные угощения, а также работы, принимавшие участие в недавнем краевом конкурсе «Гурман». Данный конкурс, который вам представлен, является традиционным. Называется он «Симфония для мамы». Как раз кулинарная симфония для мамы к празднику. Преподаватель колледжа вместе со студентами вручную вырезал и раскрашивал шоколадных птиц. Конкурсанты приготовили угощение из простых, но любимых всеми осенних продуктов. Главный ингредиент – тыква. На паре к нам пришел куратор, сказал, что вам на выбор дается либо сделать блюдо из теста, или из тыквы. Я решил сделать из тыквы. Мы все учимся у наших мам. Конкурсантка Маша для выставки испекла песочное печенье. Мама тоже технолог по образованию. Работы нередко критикует, но чаще учит и помогает. Мой букет для мамы, он в форме ледитов. Достаточно интересное блюдо из песочного теста с яблочным вареньем. Даже без диплома и производственной практики каждая мама по профессии повар. Работа всех накормить вкусно и сытно каждый день. А в день матери наши мамы могут отдыхать, а угощать их будут воспитанные ими профессионалы. В Центре культуры Родина провели заключительную часть конкурса «Призывник года-2014». Напомним, неделю назад ребята уже встречались на спортивном полигоне. И вот завершающий этап. Рената Кадырова узнала, кто из юношей самый остроумный, сильный и находчивый. Конкурс проходит в Анапе ежегодно уже более пяти лет. Особенность конкурса в этом году – спортивная часть соревнований прошла на настоящем военно-спортивном полигоне. Изначально было заявлено 11 человек. Это студенты высших и средних специальных учебных заведений. И трое ребят-школьников. До финального этапа добралось только семь участников. У четырех уважительная причина – больничный. Многие ребята волновались. Это можно будет заметить по самому выступлению. Ну, готовятся, репетиции. И, думаю, все у всех получится. Ребята настолько разные, что выбрать одного лучшего очень нелегко. Жюри оценивает не только физические данные участников, проверяет смекалку, находчивость, чувство юмора и способность ориентироваться в любой жизненной ситуации. Будущие защитники Родины блистали талантами в творческом конкурсе. Молодые люди легко попали в ритм вальса, взяли высокие ноты в песнях и проявили актерское мастерство. Владимир Черный в составе жюри во второй раз оценивает с удовольствием. Конкурс нужный и важный. Парни должны понимать необходимость и значимость профессии защищать свою Родину. Здесь как бы больше нужно было продемонстрировать свои умственные, так скажем, способности и способность ориентироваться в неожиданной обстановке, так сказать, блеснуть своей умом и эрудицией, что ребятам вполне, я считаю, удалось. Данилу всего 17, но он уже определился в выборе на несколько лет. Хочет в армию, мечтает быть десантником, ведет активный образ жизни, занимается спортом и играет в театре. Недаром такой бравый парень и стал первым. Тот, кто ставит цель и уверенно идет к ней, всегда достигает больших высот. Ребята меня поддерживали, пели песни разные, вместе со мной. Какое тебе задание понравилось? Мне больше всех, наверное, ситуация. Это мой конек, не знаю, так сказать. Люблю придумывать. Сразу после вручения грамоты победитель звонит папе и делится впечатлениями. Папа для него пример, повод для гордости и близкий друг. Они рады очень за меня. Папа сказал, приедет с рыбалки, а в немец сказал, что я за всю Анапу победил. Самый главный болельщик – брат-близнец. Человек, который чувствует и понимает Данила с полуслова. Эмоции переполняли меня. Я был очень рад за своего брата. Болел за всех своих сил. Это было очень трогательно. Я рад, что он победил. Это счастье для меня. В отличной физической подготовке ребят и в их готовности служить Родине сомнений нет. Ряды российской армии пополнятся достойными защитниками. Ежегодный фестиваль «Клубный бум» собрал в центре Родина десятки направлений и хобби. 35 подростковых клубов представили все сельские населенные пункты. Фестиваль объединил более 300 человек. Это одно из старейших мероприятий за всю историю молодежной политики в Анапе. 15 лет назад начали работать первые подростково-молодежные клубы по месту жительства. Ребята, которые не могли найти себе увлечения ни в школах, ни в вузах, объединились по увлечениям. Очень знаковое, на мой взгляд, событие, потому что здесь собрались те дети и подростки, которые находятся в сельских округах, которые по большей части редко бывают в городе и редко видят какие-то наши мероприятия городские. Клубный бум собирает ребят вместе. Участники делятся своими достижениями, подделками, проводят мастер-классы. Желающих попробовать себя в чем-то новом всегда очень много. Чтобы нарисовать песком красивый рисунок, сделать оригами или сплести что-нибудь из бисера, нужно отстоять очередь. Участники могли не только показать себя, но и научиться чему-нибудь новому. Например, делать вот такой цветок из бисера. На фестивале, который уже стал традицией, молодежь проявляет себя творчески, тем самым представляя свой клуб с самой лучшей стороны. Фестиваль уготовились основательно. Здесь и поделки, и звездная пыль, зажигательные танцы, сценки и даже колесо сира. Вот гимнастическим колесом называют этот предмет. Ну, оригинальное название изначально – колесо сира, собственно, в честь его изобретателя. Вот, увидели, заказали, попробовали, понравилось. Вот сейчас работаем вместе с командой. Одни элементы получаются у одних, другие у других. Причем, казалось бы, кто-то может делать очень сложные элементы, прям такие совсем не базовые. А базовые элементы могут не получаться. Вот так у меня бывает, например. И наоборот. Более того, есть очень активные представительницы вот этого спорта. Причем, девушки делают порой такие трюки, которые мужчины не делают, в принципе, за счет своей гибкости, пластики. Они выполняют очень интересные и красивые элементы. Как и в любом виде спорта, без травм не обойтись. Но на тренировках все оттачивается до автоматизма. Бывало всякое. Можно и по голове заехать, и по ногам, что чаще. Вот. Ну, а как иначе все-таки спорт? Опять же, разные элементы требуют разной нагрузки. Но, в принципе, вы все время находитесь в упоре. Все четыре конечности, они расперты, они в нагрузке, в напряжении. Поэтому очень хорошая штука. Рекомендую всем. Такие мероприятия молодежи нужны и важны. Все участники фестиваля «Клубный бум» замечательно провели время. Отдохнули в дружной компании, от души натанцевались и зарядились положительными эмоциями. Мы приехали за Рим. Долго готовились, очень усердно старались. Вот мы попали на это мероприятие. Мы, конечно, довольны своим выступлением. Ну, хороших впечатлений остались. Много эмоций. Ну, а так, очень довольны. За участие каждому подростково-молодежному клубу вручили похвальные грамоты и поощрительные призы. Спасите жизнь ребенка. С такой просьбой два месяца назад в нашу телерадиокомпанию обратилась мама шестилетнего Степана Небыша. У малыша рак. Мама обращалась за помощью к телезрителям нашего канала и пользователям сети интернет. Мы сообщаем, необходимая сумма для лечения Степана собрана. Несмотря на свою болезнь, шестилетний Степа заботится о любимых домашних животных, которые живут у него дома. Мальчик уже перенес операцию, опухоль удалили. Для спасения ребенка необходимо пройти еще одно обследование лечения. Отзывчивые люди и учащиеся школу номер 11 помогли семье собрать нужные средства. 29 ноября мама Надежда и Степан отправляются в Феодосию, где пробудут 21 день, пока будет проходить курс лечения. Сейчас Степа с нетерпением ждет поездки в клинику, а в ожидании весело проводит время со своими сестрами, играет в любимые видеоигры. Надежда на спасение жизни ребенка есть, и это благодаря той помощи, которую оказали вы. Есть еще одна история о болезни и угрожает болезнь в жизни трехмесячной девочки. Алисе Фоменковой поставили диагноз – рак сетчатки обоих глаз. Необходимо лечение. Сейчас Алиса с мамой на дообследовании московской больницы. Оперировать Алису согласны врачи Швейцарии, но необходимой суммы в семье просто нет. Родители обращаются за помощью. Подробную информацию даст бабушка Наталья Михайловна и ее телефон на ваших экранах. Напоминаем телезрителям, 29 ноября в Субсевском сельском округе пройдет очередной в осенней серии «День здоровья». На прием при себе необходимо иметь паспорт и страховой полис. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. В субботу, 29 ноября, в Анапе облачно с прояснениями. Возможно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 5-7, ночью от 3 до 5 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы, 765 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 3 градуса. В воскресенье 30 ноября в Анапе облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 4-6 градусов, в ночь на понедельник 2 градуса тепла. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 3 градуса. Далее блок полезной информации от партнеров программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випар» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48323. Випарт – клуб настоящих модниц. КОНЕЦ